Татьяна Ильинична-Сельвинская Татьяна Ильинична-Сельвинская Татьяна Ильинична-Сельвинская Татьяна Ильинична-Сельвинская Татьяне Ильинична-Сельвинской довелось работать со многими выдающимися режиссерами, в том числе с Николаем Охлопковым и Петром Фоменко. На ее счету около 200 оформленных спектаклей. Работа сценографа и режиссера. Это партнерские отношения? Должны быть, но не все умеют. Не все умеют режиссеры, не все умеют художников. Я вообще была кротким существом. В два года мама говорила, если бы она знала, что все дети будут такие, она родилась бы 12. Послушная, тихая, все. Как я с ними справлялась, я до сих пор не знаю. Но я справлялась. Просто у меня есть чувство собственного достоинства. Я не позволяю мне хамить. Поэтому, когда у них возникло, у них и Фоменко попытался как-то, Петр Павлович Васильев, ну еще я не всех помню сразу сейчас. Ничего, я их так быстро ставила на место, что после этого все было идеально. И они сыграли в моей жизни очень большую роль. Фоменко. Который, с ним смешная история. Когда мы с ним сделали «Без вины виноваты», он после этого тоже меня пригласил делать спектакль. Через некоторое время, мне говорят, он уже давно делается с другим. Но ему это свойственно. Он пригласил Гафта играть в фильме поездки на старом автомобиле. Ну, Гафт все знают, кто. И как он распределяет время. И ему тоже приходят и говорят, он давно снимает болтни. Гафт звонит Фоменко и говорит, Петя, я сейчас приду тебя бить. А Гафт же могучий. И Петя ему отвечает, и правильно сделаешь. С тех пор мы эту фразу произносим при любом удобном случае. Татьяна Ильинична – лауреат Государственной премии. Преподавала на театральном отделении Университета памяти 1905 года. Выпустила не один десяток учеников. Ну, это загадка. Она воплощает себе загадку творчества. Потому что это действительно сверхтворческая энергия в ней живет. И она проявляется совершенно по-разному. И в качестве сочинителя театральных пространств, и сочинителя стихов, особенно после смерти отца. В ней талант, безусловно, очень сильный талант педагога. И дар соединять людей удивительный. И благодаря своим выставкам это происходит. Вообще она не может жить без друзей. Но самое главное, что она не может жить без живописи, которая, конечно, ее держит, ее ведет. В экспозиции выставки представлены работы как десятилетней давности, так и датированные 2017 годом. По словам художника Татьяны Сельвинской, живопись и друзья – важнейшая в ее жизни. Оксана Мирошникова, Михаил Кирсанов. Тема.